Здравствуйте, приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим с вами о той культуре, которая не во всех удается. Это о многозачатковом луке, который чаще всего называют семейным. Это трепчатый лук, выращивается, конечно, очень-очень давно. Ну вот наши огородники тоже, как бы его стараются посадить на своем огороде, но не всегда получают хороший урожай. Ну, значит, будем разбираться. Ну, во-первых, семейный лук чем? Хорош. Если его высадить в открытый грунт, значит, он дает перо уже на 15-20 день после посадки, можно с него срезать перо. Это раз. Второе очень неоспоримое достоинство семейного лука, что он очень хорошо хранится. Если такой обычный лук селка может лежать 3-4 месяца, то семейный лук может долежать до нового урожая. А лук шалот, это разновидность мелкорепчатого семейного лука, может пролежать даже 2 года, не потирав своих свойств. То есть будет пригоден и для посадки, и использования в пищу. Так вот, как получить крупные луковицы семейного лука? Значит, не забывайте, что семейный лук чем интересен? Что он дает не одну луковицу, как лук-севок, а при посадке одной луковицы дает очень большое количество луковиц. А значит, для того, чтобы иметь хороший урожай, ему надо плодородная почва. Плодородная почва, солнечное место, обязательное условие при выращивании семейного лука. Дальше, о чем еще многие забывают, что семейный лук не надо садить густо. Почему? Потому что в гнезде семейного лука есть сорта малогнездные, но там, наверное, будет от одной до трех луковиц. Например, типа там наш Стравуновский, там Череховский, там мало луковиц как бы нарастает. Но тут понятно, что тут площадь не так важна. Они могут дать до 12-16 луковиц. И понятно, чтобы эти луковицы могли развиваться хорошо, значит, надо хорошее пространство. Необходимо быть пространство, чтобы это расстояние между луками будет составлять схемы посадки 20 на 25, 30 на 30 или 20 на 40. Только при такой схеме посадки вы получите хороший лук. Не забываем, что лук, как этот репчатый лук семейный, значит, отзывчив не только кладородить почвы, но и к ее кислотности. Поэтому не жалеем в родочке добавить золу или долонитовую муку. И еще одна важная особенность, которую но и забывают. Для того, чтобы формировать большой урожай, семейный лук требует ранней посадки. Вот в условиях Белоруссии центральной его посадку можно начинать уже в середине марта месяца. Да-да, я не говорился. В середине марта, начало апреля. Чем раньше вы посадите семейный лук, тем вы получите больше луковицы. Потому что уделяется вегетационный период. Ну и, соответственно, этот лук будет нежно повреждаться болезнями и вредителями. Ну, некоторые могут возразить, что, мол, лук может начать стрелковаться. А так вот, вас разочарую. Стрелки лука закладываются еще с осенью, при неправильном хранении. Поэтому лук хранится при температуре до 10 градусов тепла. Или, как хранили наши все предки, когда жили в всеучастных домах, они хранили возле пешки. Как называется продымленная, там температура более 18 градусов тепла. Лук подсыхает, но, тем не менее, такой лук никогда не застрелкуется. А нахождение весной холодной земли никак не влияет на появление стрелок. Ну и нюанс второй, что если даже появляются стрелки, не все луковицы стрелкуются. То, что стрелковалось, придерживая, можно аккуратно выдернуть из гнезда, а оставить луковицы нормальные, которые будут развиваться и дадут больше урожай. Вот есть что, что необходимо помнить. Ну, семейный лук, значит, он изданно размножаться вегетативно. Размножаться вегетативно, значит, на растении накапливаются болезни, вредители, и урожайность снижается. Поэтому каждые 5-7 лет этот лук необходимо оздоравливать. Выращивайте семян точно так же. Выращивать севок и потом севок садить и получать луковицы. Вот для примера я вам просто покажу. Вот представьте, вот сорт бессоновский. Даже сорт бессоновский. Вот сорт выращенный с оздоровленного семян. И вот сорт, который выращен из луковиц. И это таким способом. Видите, какая разница в луковицах. Здесь луковицы по 80-100 грамм. Здесь же луковицы по 30-40 грамм. Хотя это один и тот же сорт. Так что, видите, какой вот резерв оздоровления лука. Дальше. Ну, многие не все знают. Или многие просто боятся. Значит, раз лук этот можно разразать перед посадкой. При этом увеличиваем количество посадочного материала. И уменьшаем количество луковиц в одном гнезде. Уменьшаем количество луковиц в гнезде. Значит, луковицы вырастут более-более крупные. Что делается? Мы берем любую луковичку. И эту луковичку разрезаем сверху вниз. Чтобы оставался кусочек донца. Ну, предварительно мы срезаем верхушечку. Срезаем верхушку почему? Чтобы там есть уже зачатки листиков. Чтобы мы видели, как нам мука резать. Значит, на своем опыте я разрезал луковицы и на 4, и даже на 6 частей. Такие, вроде все, ну, очень обрезанные луковицы давали прекрасный урожай. Конечно, его надо протравить. А протравить не надо использовать никакой химии. Делается очень просто. Литровая банка золы на 10 литров воды. И замачиваем вот этот порезанный лук уже такой весь наш. На 6-12 часов. Замочили. И после этого мы смело высаживаем почву. Высадили. Он у нас растет. Но не забываем, что семейный лук, особенно первый месяц после посадки, очень нуждается в поливах. Если почва сухая, обязательно его полейте. И подкормите минеральными удобрениями. Или органическими. То, что вы дадите, подудобрите ваш лук, даст задел, чтобы потом формировались хорошие-хорошие луковицы. Убирать его, как и все луки, когда начинает полегать перо. Полегает перо. Значит, выкопали, обязательно подкапывали. Не надо травмировать эти луковицы. И когда они подсохнут, после этого они легко рассоединяются на отдельные лук. Гнездо копаем. В незде сидит много луковиц. А потом их разделяем. Получаем по одной луковичке уже вот такой. Вот такая одна луковичка. И они как бы уже хорошо хранятся. Далее, что по сортах необходимо. Значит, все сорта, которые выращиваются в нашей зоне, принадлежат в основном к острым семейного лука. Это острые, то есть горкие. Независимо от того. Вот, например, даниловский, видите, он фиолетовый. Красивый, даниловский, видите, такой вот луковицы, такие плоские, даниловский лук. Он фиолетовый, но тем не менее он горький. Ну, бессоновский, это щиреневый лук. Бессоновский он с щиреневыми луковицами. Ну, сейчас продаются аналоги и заграничные. Такие же самые в наших семейных магазинах продаются заграничные аналоги бессоновского лука. Ну, очень интересен лук спасский. Ну, у спасского лука луковицы желтые. На эти сорта обращаются внимание. Ну, значит, я экспериментировал точно так же. Это луки, которые для нашей средней зоны. Есть и другие. Они продаются семенами. Можно купить в семенном магазине. Можно купить где-то на рынке луковицами. Отличительный признак луковицы, семейного лука, в том, что это вот луковица, видите, донцы. Донцы, как бы, такое неровное. Луковицы, которые вышли из щирка, донцы идеально ровные. А в этой луке донцы неровные. Ну, вот, также я экспериментировал и дальше. Я уже сказал, что есть же луки, которые выращиваются на юге. Очень интересный, конечно, вот лук ялтинский. Так вот, в своей зоне выращивания ялтинский лук, такие красивые плоские луковицы, и семена, конечно, его продаются. Считается сладкий. Ну, у нас, увы, тепла не хватает. Я вот сколько лет так уже его не выращиваю. Я понимаю, что он уже у нас такой полуострый. Он сладости нету, потому что не хватает температур. Поэтому ждите этот фактор. Что сорта, которые на юге идут как сладкие, в нашей зоне из-за недостатка тепла, вот в условиях Белоруссии, не близлежащих к району, будут уже более острые. Так что, надеюсь, вы поняли, что необходимо сделать, чтобы ваш семейный лук давал хороший урожай, чтобы такие луковицы радовали вас урожаем, и эта культура была на вашем огороде. Ну, лук-шалот, в двух словах я еще скажу, это разновидность репчатого лука, но его в одном гнезде может быть 30, даже 40 луковиц, но они по размеру, как крупный севок, они меленькие. Вот чем он отличается? Единственное, от обычных сортов репчатого лука. Меору основное достоинство лука-шалота, что его можно высаживать под зиму. Лук-шалот высаживается под зиму, и он не стрелкуется, как бы. Столько много луковиц образуется, что он не стрелкуется. Если появляется, то одна-две стрелки, это очень нормально для 30-40 луковиц. Ну, и что из таких семейных луков, и что чуть напомню вам, лук многоярусный. Ну, лук многоярусный, это тоже одна из разновидностей репчатого лука. Значит, он на второй год дает хорошую крупную луковицу, фиолетовую внутри, бурую снаружи. Ну, тот лук сразу же собирается в воздушной бульбарске наподобие чеснока и высаживается в открытый грунт. В первый год перо, а на второй год можно копать и луковицы. Так что, надеюсь, мы разобрались с репчатым луком, и у вас будет получаться хороший урожай. Смотрите наши ролики, подписывайтесь на наш YouTube-канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!